Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Балатин. Ну что, друзья, если вы искали себе смартфон с крутой камерой, то могу с уверенностью сказать, что вы попали по адресу. Конечно, ведь сегодня я вам расскажу о лучших недорогих моделях, которые реально порадуют вас своим качеством фото и видео. А некоторые из них так вообще могут уделать даже флагманы. Потому что если вам очень важна качественная камера в смартфоне, то обязательно досматривайте какие-то видео до конца. Короче, давайте не тратить времени зря. Подписка, если вы еще до сих пор не подписаны. Хотя, как вы можете быть не подписан? Что за глупость? Лайк, помчали? Ну я уже устал напоминать, но у нас же с Русиком есть свой телеграм-канал. Ну что же вы не подписываете? Подписывайтесь, там мы ежедневно для вас подбираем самые интересные, самые свежие новости из мира гаджетов и электроники. Только новости, ничего лишнего. Никакой вам рекламы, никакого вам спама. Подписывайтесь, конечно, я даже ссылку для вас приготовил в описании под видео. Ну а начну я, наверное, с самого стильного смартфона компании Motorola, а именно Edge 30 Neo. Который вот чисто у меня занимает вообще отдельное место в моем сердце. Где-то между школьной любовью и моим первым автомобилем. Ну да, друзья, все-таки он получил, например, прикольные расцветки корпуса, которые создавались вместе с Pantone. А также еще и компактные габариты. Ну а еще здесь есть, например, индикатор уведомлений, встроенный в рамку камеры. Ну и не то, чтобы он, конечно, нужен, ведь в Edge 30 Neo поставили Pialet панель. Но все равно я считаю деталь прикольная и добавляет все-таки баллов к дизайну. И, кстати, сам экран здесь тоже хороший, ведь он поддерживает частоту обновления в 120 Гц, а вот яркость может подниматься до 1000 нит. Ну если вы, например, на улице и там будет очень светло. А, и что касается камер, здесь, кстати, тоже нет ничего лишнего. Значит так, сзади стоит основной модуль в 64 Мп с оптической стабилизацией и апертурой 1.8, а также еще ультраширик на 13 Мп с апертурой 2.2. Да, никаких вам макро там разных, что там, датчики глубины, датчиков приведений и тому подобное. Все только самое важное и самое нужное. В общем, в автоматическом режиме вот этот вот смартфон выдает снимки в 16 Мп с отличной четкостью, еще и хорошей детализацией. Да и, кстати, динамический диапазон здесь тоже неплохой, благодаря чему фотки получаются приятными и контрастными. Не, ну, конечно, видно, что Edge Neo30 все-таки подкручивает чуть-чуть вот эту вот насыщенность, но все в разумных пределах. Ну и отдельно, конечно, хочется похвалить ночной режим, который реально улучшает качество снимков при плохом освещении. Но если бы нет смартфона, то я вообще не знаю, чем бы я занимался со своей бессонницей. В то же время, например, ультраширик делает уже не такие четкие фото, но все-таки качество все равно лучше, чем у большинства бюджетников. Все-таки камера захватывает достаточно деталей раз, а сама линза еще и минимально искажает картинку. И вот, конечно, единственное, что может вас расстроить, это отсутствие записи видео в 4К. Она как и этот инстинкт самосохранения, вон у Русика, в день зарплаты. Тоже напрочь отсутствует, да, Русь? А все дело в том, что смартфон работает на Snapdragon 695, который почему-то не поддерживает такое разрешение для записи видео. И максимум для него это 1080p при 60 кадрах. Но зато, например, оптическая стабилизация, могу отметить, что довольно-таки неплохо выполняет свою задачу. Ну и также из плюсов смартфона, конечно же, можно выделить быструю проводную зарядку в 68 Вт, наличие беспроводной зарядки, а также еще и легкий вес в 155 грамм. Потому получается, что в целом Edge 3 Neo получился действительно интересным смартфоном, который можно похвалить не только за камеры. Ну и самое главное, так это то, что за последнее время этот смартфон еще и неплохо так подешевел. И вот сейчас его можно найти примерно где-то за 320 долларов. И вот если сейчас вы, например, посмотрите на смартфоны с похожими характеристиками, то четко увидите, что ценник прям хороший. Да, поэтому купил этот смартфон, у вас еще и денежки какие-то в кошельке останутся, а не только скидочная карта от супермаркета. Да, ведь если, например, поискать конкурентов Edge 3 Neo в его же ценовом диапазоне, то получается, альтернатив будет не так уж и много. Нет, ну, конечно, за эти деньги можно, например, взять более, например, мощный Poco X5 Pro или, например, экономить, выбрав Moto G72. Но все-таки, как по мне, в плане съемки они все-таки будут серьезно отставать. Ну, а если вы хотите такой смартфон, чтобы был и мощный процессор, и крутая камера, то можете спокойно, например, зайти на e-каталог и найти нужную модель с помощью фильтра по характеристикам. Притом, не забывайте, что вы можете выставить нужную цену, а потом еще и найти, где этот смартфон продается еще и дешевле всего. О, ссылка на e-каталог будет в описании вместе с ценами на все смартфоны из нашего сегодняшнего выпуска. И напомню, что теперь он работает не только в Украине и в Казахстане, но еще и в Польше. Итак, продолжим. Вы знаете, в принципе, компания Oppo вот всегда делала недорогие смартфоны с хорошими камерами. А вот с Reno 8T, вы знаете, они даже сумели обогнать большинство конкурентов. Хотя вот если посмотреть на характеристики, то вы вроде как и не увидите ничего необычного. Ведь основной модуль здесь просто на 100 мегапикселей. Рядом поставили макрокамеру и датчик глубины. Все. Но все же есть один маленький нюанс. Я бы даже сказал микроскопический. А все дело в том, что Oppo поставили макрокамеру, ну просто с очень крупным приближением. Таким большим, что можно легко отличить муравья-мальчика от муравья-девочки. Ну минимум. В итоге, благодаря ей можно создавать очень необычные фотографии, которые, кстати, вряд ли даже получится сделать на дорогущий iPhone. Не, ну понятно, что, конечно, этот макро-модуль больше поставили для такого вау-эффекта. Но как ни крути, он все равно выдает качественные снимки. Не, да я с вами согласен, что ультраширик, конечно, он более полезный. Но все же это не отменяет того факта, что макрокамера здесь, ну и интересно. Ну а что, кстати, с основного модуля в 100 мегапикселей, то он, знаете, как отличник. Делает все хорошо и особо не выделяется. И, кстати, даже цветопередача здесь близкая к натуральной. Oppo все-таки решили нам не делать праздник красок. Ко всему Oppo Reno 8T еще и неплохо фоткает ночью. И даже без оптической стабилизации может выдавать качественные фото. Ко всему этот смартфон еще, конечно же, стоит взять и ради хорошего железа. Ведь здесь вам и AMOLED в панель на 90 Гц, и вполне годный процессор Helio G99. Да и, кстати, аккумулятор здесь тоже хороший. Потому сможете спокойно побегать по городу, наделать действительно прикольных снимков, а потом еще с комфортом отредактировать их на смартфоне. Ну а дальше я вам расскажу о такой темной лошадке. Потому что, например, на старте продаж этого смартфона камера, ну, вообще не рада. Но спустя несколько обновлений ситуация кардинально изменилась. Но прежде полезный совет. Вот, значит, твоя жена тебе заявила, что хочет провести вечер в компании белого, сладкого и в меру крепкого. Ну, что ты побежал в тот супермаркет сразу? Ну, ты ж включи логику, подумай. Знаешь, ты про меня говорила, чтобы вы вместе посмотрели мои обзоры. Что-то непонятного. Белый? Белый. В меру крепкий. Ну, сладкий там сам примет решение, каждый. А тем более от меня ж на утро, например, голова не болит. Поэтому вообще всем хорошо. Да, ладно. Не благодари. Подписывайся. И вот могу сказать, что сначала я вообще не хотел брать Realme 10 Pro в сегодняшний наш топ. Потому что на старте продаж многие жаловались на камеру этого смартфона. Ну, конечно, у пользователей были вопросы к динамическому диапазону. Чему там еще? Цветопередач. Да, даже к самому приложению камеры. Но все же после нескольких обновлений ситуация улучшилась. И вот, например, сейчас Realme 10 Pro Plus выдает очень даже годные снимки. Ну, а особенно его фото понравится тем людям, которые любят, чтобы были насыщенные цвета на фотографиях. Ко всему, этот смартфон еще и пополно использует свой вот этот сенсор 108 мегапикселей. И позволяет делать неплохие снимки с трехкратным цифровым зумом. И даже отсутствие телевика вас вообще никак не расстраивает. К тому же, благодаря алгоритмам, вот эта вот основная камера еще и достойно себя показывает при съемке в плохом освещении. В то же время, вот, например, 8-мегапиксельный ультраширик здесь все-таки отстает от основного модуля. И хорошие снимки вы получите исключительно только при ярком освещении. Что значит где, Руси? Ну, не знаю, ну, например, в этом, в строительном магазине в отделе с лампочками и люстрами. Ну, не на солнце же. Ну, а все же, знаете, я не могу назвать фотки на ширик, ну, прям ужасные. Нет. Они скорее такие обычные, как для бюджетника. Зато, благодаря встроенному процессору Dimensity 1080, вот этот смартфон умеет записывать видео в 4К при 30 кадрах. Правда, вот стабилизации вот в таком вот формате нет. Но, кстати, не расстраивайтесь, потому что дальше я вам еще расскажу про смартфоны, которые не только крутофон, но еще и качественно записывают видео. Ну, и ко всему этого процессора хватит для быстрой работы системы. И, кстати, вы даже сможете поиграть в тяжелые игры. Притом, аккумуляторов 5000 мАч вам хватит, чтобы залипнуть в них прям, ну, долго. Ну, и также, конечно же, я хочу отметить еще и дизайн Realme 10 Pro+. Ведь этот смартфон все-таки прям выделяется среди всех вот этих вездесущих кирпичей. А все это благодаря изогнутому AMOLED дисплею и прикольным расцветкам. Зато, например, вот следующая модель, она вам позволит не только качественно фотки, но еще и записывать видео. Плавные видео, еще и в высоком разрешении. Вы знаете, вот если взять, например, пару вагонов Xiaomi 12 Lite, то реально можно построить дом, да? Ведь этот смартфон сделан нынче в таком модном плоском дизайне и получил ровные грани, а также еще и ровные переднюю и заднюю панели. Вы знаете, мне даже кажется, что я стал ощущать какую-то закономерность. Вот если смартфон, например, хорошо выглядит, то чаще всего, ну, и камера у него хорошая. И вот в случае с Xiaomi 12 Lite это действительно так. Ведь он делает классные инстаграмные фотки. И я говорю инстаграмные, ведь алгоритмы съемки этого смартфона действительно подкручивают насыщенность и контраст. Ну, а благодаря высокому разрешению сенсора в 108 мегапикселей, фотки получаются очень четкими и детализированными. Не, ну, любителям натуральной цветопередачи, конечно, может такое не понравится, но давайте будем объективно. Вот снимки выглядят хорошо. Ну, да, так что их можно будет спокойно, например, публиковать в инстаграм вообще без какой-либо дополнительной обработки. И, кстати, с ультрашириком получается точно такая же ситуация. И единственное, так это то, что он делает, но все-таки мини четкие фотографии. Все-таки у него разрешение всего 8 мегапикселей, и тут как бы понятно, что снимки будут получаться вот такими более мягкими. При этом детализация все равно остается на уровне, и, кстати, даже ночью он показывает себя неплохо. Но все же вот камеру Xiaomi 12 Lite назвать идеальной нельзя, а все потому, что в ней нет оптической стабилизации. И если мы говорим о съемке видео, то это, конечно, не проблема, потому что там даже при съемке в 4К включается хорошая электронная стабилизация. Но все же вот при ночной фотографии снимки могут чуть-чуть, но смазываться. Ну, а что касается железа, то смартфон работает на Snapdragon 778G, питается от аккумулятора в 4300 мАч, и даже, кстати, поддерживается зарядка в 67 Вт. Итак, друзья, мы наконец-то с вами подобрались к легенде мобильной фотографии, а именно Pixel 6a. А, ведь это чуть ли не единственный смартфон из средней ценовой категории, который с легкостью может даже обогнать некоторые флагманы по качеству съемки. А что самое интересное, что делает это он со стареньким фотосенсором, понимаете, который ставит еще с самого зарождения Pixel. Ну, а, друзья, здесь нет никакой магии. Создатели этого телефона не внуки Гудини и Дэвида Копперфильда. Все это благодаря алгоритмам Google, которые, в принципе, вообще могут любую камеру превратить в конфетку. Не, ну, лучше всего, конечно, они работают на смартфонах Pixel, это понятно, особенно 6-й и 7-й серии, где установлен процессор Tensor с прокачанным вот этим искусственным интеллектом. В итоге Pixel 6a делает отличные снимки, как при хорошем, точно так же даже и при плохом освещении. Притом качество стабильное, смартфон редко вообще промахивается с балансом белого и еще и довольно точно передает цвета. Ко всему эти алгоритмы еще и подтягивают качество ультраширика, притом подтягивают настолько, что в этом плане Pixel 6a идет вот просто лоб в лоб с iPhone 13. Ну, и так же, помимо крутого алгоритма, конечно же, в этом смартфоне есть еще и хорошая оптическая стабилизация. Да, так что можно делать не только классные фотографии, но еще и качественные плавные видео в 4К. И при таком качестве съемки Pixel 6a стоит же примерно, как те же, например, новые Redmi. Это же не потому, что Google такие прям щедрые или у них тупо некуда складывать уже бабло в офисе от продажи гаджетов. Нет, это все потому, что здесь нет некоторых важных фишек. Вот, во-первых, здешний OLED-дисплей не поддерживает быструю частоту обновления. Во-вторых, зарядка здесь всего на 18 Вт. Ну, и в-третьих, спинка здесь пластиковая. Ну, с другой стороны, знаете, вот как по мне, вот чисто как по мне, то отличная камера и флагманский процессор Tensor, я все-таки считаю, перекрывают все вот эти вот минусы. И в целом могу сказать, что Pixel 6a это очень годный смартфон, ну, как за свои деньги. Ну, а какой вы думаете смартфон из нашей сегодняшней подборки лучший, обязательно напишите в комментариях нам с Русиком, будет интересно почитать. Ну, и также, конечно же, обязательно посмотрите еще вот эти вот видео, потому что они не только полезны, но еще веселые и интересные. Ну, и главное, конечно, помните, что все самое интересное где? Правильно? Коробки.